Этим летом выживет сильнейший конкурс от магазина компьютерных игр заказака.ком, где ты сможешь выиграть DayZ, The Forest, Rust, Seven Days to Die и Dark Souls 2. Кроме того, на сайте отличные скидки на хиты и новинки этого года, а также они проводят раздачу игры Skyrim в легендарном издании. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Чу-ка, зрители, это Гагатуна. Добро пожаловать в альфа-версию Destiny на PlayStation 4. Все, что вы увидите сегодня, это именно альфа, поэтому не стоит думать, что тут разработка игры уже закончилась. Скорее всего, будут какие-то проблемы, потому что, говорю, альфа, в альфах от этого никуда не деться. Но мы будем играть, говорю, на PlayStation 4, поэтому, наверное, давайте начнем. Тут разный выбор персонажа, фарлок, будет магия так у меня фигачить, как бы Ханта и Титан. Я, наверное, выберу просто большого мужика, который будет фигачить всех своим весом, и потому что... Ну, я люблю так играть в Хейла. Вау, тут можно лицо выбрать. Поэтому мы будем... Я, наверное, постараюсь вообще ничего не убирать. То есть... Вообще интересно сделано, что они почему-то... То есть у меня не интерфейс, как обычно, а у меня как будто курсор летает, и я могу выбирать вот именно как курсором, типа, куда мне что выбрать. Я удивлен, что можно тёлочку выбрать. Интересно, я могу её как-то редактировать ещё сильнее. Эхо. What the fuck? Тёлочка как-то будет отличаться. Оу, какой-то робот. Слушайте, может, роботом поиграем? Я не знаю, на самом деле, в Destiny, как я буду играть. Обычно я отыгрываю роль в RPG, но эта игра, она не совсем RPG, поэтому можно с тем же успехом, в принципе, тёлочку выбрать. Только мне каких-то некрасивых тёлочек теперь предлагают выбрать. Особо мне это нравится. Вау, сколько... Сколько тут вариантов? Мы сейчас как кнопку рандома швём. Я не знаю, в чём суть этих ребят, потому что они похожи на электро из последнего Человека-паука. У них как-то под кожей какая-то энергия течёт. Ладно, давайте выберем просто человека. Или всё-таки попробовать. Интересно, может, роботы, они меняются как-то? Вау! Роботов-то тоже разные версии есть, дофига. Тёлочка-робот. Нет, ну это совсем будет странно. Давайте всё-таки мужика-робота сделаем. Всё равно альфа, я не знаю, как я буду играть в итоге. За кого я буду играть? Буду ли я играть за роботов или всё-таки за людей? Я не знаю вообще, какой эффект это имеет на мою историю. То есть... Но робот выглядит охеренно. Я вам так скажу. Они, блин, как из Mass Effect что-то выглядят. У них такая приятная анимация. Так, я не знаю, кого выбрать. Это такое... Ну, много всего так. Так, а можно челюстем сделать какую-то другую? Вроде до этого была другая челюсть немного, нет? Мне кажется, у меня до этого был немного другой робот. О, можно даже раскраску поменять. А фейс... А хэд фичерс... Финиш. Так, а если... У женщины, я так понимаю, есть... Да, у женщины есть рот. А у мужиков рота как бы толком и нет. Ладно, давайте возьмём какой-то самый мощно выглядящий башка. Слишком. Какой-то терминатор мне выходит. Дайте вот этого. Мне нравится он какая-то такая. Она у неё как на череп похожа, только металлический череп. Обычно мой цвет зелёный любимый, но я не знаю, как зелёный будет смотреться на нём. Зелёный или оранжевый? Да, это оранжевый. Золотистенький такой. Будет получше? Он посветлее будет нежно. Почему-то верхние цвета, они какие-то странные, нижние. Это именно как какая-то такая. Это такой слой, он более такой. Это вообще какой-то такой чёмненький. Становится как будто матовый немного. Давайте вот такого выберем. Я не знаю сейчас. Цвета рта. Оооо, прикольно. Цвета рта. Селёненький такой будет, наверное. Или тоже оранжевый, чтобы всё в одном цвете было. Оранжевый мне нравится. Селёненький ещё делать. Это оранжевый получше. Можно розовый сделать. Ооо, ня-ня-ня-ня. Но у нас мужик, поэтому мы розовым делать его не будем. А цвет глаз? Давайте зелёный зафига, чем посмотрим, как они уходят. Зелёный. Зелёный. Зелёный сейчас будет. Двуу, дэв, 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 дэв. Однокрасного оставим. Он у нас будет выглядеть очень опасно. Опасно, я бы с ним не стал связываться. Оо, можно и ракетаму сделать. What the fuck? Слушайте, ну редактор тут офигенный. Ооо, ну вообще, он такой сириас, щет сейчас. Такие ушки у него на макушке. Хе-хе-хе. Круто, круто. Ну, блин, Банжи всё-таки может делать. На самом деле у Банжи сейчас какие-то проблемы. От них ушёл их главный композитор. Ну, так как я понимаю, что музыка его осталась в игре, и он теперь из-за этого с ними судится. Поэтому там тоже какая-то странная история, но... Ооо, прям башку. А можно покрутить его ещё? Чё-то не дает покрутить. Жалко, я хотел посмотреть на часть башки, которую мы вынесли. Ты же как будто у него микросхему нарушил, да? Сокрасным сердцем. Ну, наставим ему врагов. Так, может быть, такой, такой матовый стиль. Не знаю, матовый чё-то как-то странно смотрится. Я не уверен, значит, матовый. Так, может, красный сделать именно бы такая раскраска. О, ну, вообще, да, это выглядит вроде бы боли. Ну, давайте вот это ставим. Так, это маркинг. Пометка уникаль. А, типа... Светлова, вау, ну, как он блестит офигенно. Там дополнительный блеск появляется в этой штуке. Или это, может, в редакторе так смотрится. Офигенно. Просто офигенно. Они ещё так блестят просто суперкруто. Ооооо! Это найс! А почему красный мне тебя наоборот выбрать? Тут бы я красный как раз-таки выбрал. Можно белый всё-таки остать. Или чёрный. Чёрный зато светится не будет. Можно зелёный всё. Хотя у нас зелёного тут ничего вообще не было. Разные степени белой краски, видимо. Давайте... Сейчас шёлтый. Ой, не жёлтый. Вот. Шёлтый. Оранжевый тогда это сделаем. Оранжевый смотрится, агрессивненько. Можно ещё раз посмотреть. Вариации. Ну, вот это ничего так. Вот это мне тоже понравилось. Но тут почему-то нету чисто красного цвета. Штрих-код. Ну, это тоже прикольно. Ладно, мне понравилось это, потому что он как будто как дикарь такой, типа. Я среди вас! В общем, я сейчас буду за своего Терминатора играть. Ну, тут редактор уже офигенный. Потому что игра... Добро пожаловать в публичную альфу. В общем, всё это, работа в процессе идёт. Если что-то пойдёт не так, то... Ну, в общем... Дальше работать... Они будут работать дальше над игрой, и для всех станет игра лучше. Но этот вид... Этот вид просто офигенный. Спасибо, что играете. Пожалуйста, получайте удовольствие. Банжи. Ах ты, Банжи! Любят они постоянно так во всех играх своих делать. Ну, по крайней мере, в последних. Фух. Дестани, Дестани. Надеюсь, что ты будешь интересный. Я, конечно, не знаю, как будет смотреться. Интересно. Будет ли смотреться интересно. Но вообще, я огромный фанат Хейла. Поэтому я очень-очень надеюсь, что Дестани всё-таки... Они не оплошают, что они не растеряли ничего, когда перешли работать на Activision. Потому что все знают, что Activision всё-таки... Она такая компания. Но... С одной стороны. Но с другой стороны, всё-таки, видите, они там... По-моему, миллиарда ушло на разработку этой игры. Как в первой части. Они собираются сделать какую-то огромную серию из этого всего. Поэтому... Питер Динглич... Нашего персонажа, то есть... Сейчас говорит нашему персонажу. Кто не знает, кто это такой. Это чувак, который играет Тиреона в Игре Престолов. То есть Карлика. Ну, сейчас мы должны посмотреть текущую цель, видимо. Push into old array domes and find what fallen are protected. В общем, нужно найти, что защищают чуваки. Я немного сейчас хочу поменять настройки sensitive. Не знаю, то, как где это делать. Потом lay out. Ммм... Screen bounce up. Full control hook sensitive. Два поставим, давай. Ммм... 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 Ну ладно, тогда... Сейчас. Мне просто Ричард пишет, он говорит, что он не может запустить тесты. Американцы уже играют. Да даже я уже играю! Ха-ха! Я бы ему это написал просто... Кстати, не буду, наверное, прерывать запись лишний раз. Вот эти, чуваки, они опасны. У меня какой-то фиговый дали. Я... Оу-оу-оу-оу! Так. Ну, по идее, они не должны меня сразу мочить. Это второй уровень чуваков. Я вообще уже третьего. Интересно, могу что-то распределить или нет? Какие-то корабли летают. Оу! Куда я иду? Не знаю, куда я иду. Я продолжу идти в эту... Фонарик у меня включился. О, у меня даже... У меня геймпад начинает светиться, когда заходишь в темное помещение. Надо ли мне сюда идти? Давайте посмотрим еще раз. А, мне надо сюда идти. А, мне нужно валить отсюда. Окей, игра как... Эй! Иди-ка ты отсюда, иди-ка ты сюда. У меня даже такое чувство, что тымплит. Где вход? Самон и вьюкл. Окей, что? Вау! Круто! Когда мне лететь только на него. Уу-ху! О, черт. Наверное, на это место вот замечательно до того, как все разрушилось. Вау! Найс! Но я не знаю, как выглядит, опять же, но на геймпаде это чувствуется, прямо этот... Глайдер, или как эту штуку назвать? На геймпаде, на геймпаде, на геймпаде, на геймпаде, это Skywatch. Я так понимаю, что тут ограничен уровень, и... То есть уровень прокачки, и куда ты вообще можешь направиться. Потому что не будут же они в Альфе открыты, и все сразу показывать, все, что можете увидеть. Ну, у меня уже прям хорошее, на самом деле, предчувствие. Прямо сел играть, и резко все стало играться лучше, сучечки. А я могу стрелять? Мне кажется... И задавить я их тогда не смогу. Ага, сволочи! Я не знаю, какое у меня оружие есть, вот это фигня, держи. Кажется, я попал даже. Так, это кулак. Ау, вау, вау! Это мои жизни сверху красненькие. Блин, я сейчас сдохну. Держи еще одну гранату. Нет, у меня граната. И граната слева отображается, понятно. Меняем оружие, шатган, отлично. Шатган, бич, бич! Я играл в Хейлон на самых максимальных, на легендарном, в прошлом все части, кроме четвертой, потому что я банджи не делал, мне насрать на четвертую часть. Так, этот сперрол, который я перевернул, он просто перереспаунился, я так понимаю. Да? Да, я могу заново спаунить. Но, беги. Так, у этого чувака щит. Пососи, пососи, макулак. Пососи, пососи, я тебе сказал. Ну что ж, игра мне уже очень нравится. Тут хорошее чувство стрельбы есть. Чувство стрельбы, вот, поначалу... О, окей, у меня даже пересоздалось гранаток. Видимо, они там выплавляются, как в масс-эффекте. Зато у меня почти у дробяка не осталось выстрелов. Что будет? То есть... Так. Страйкер. Тайтан сапклэс. Окей, я слышу, кто-то ходит, окей, мне. О, фак он! Фак ю! Окей, я кого-то взорвал. Блин, тут такая дача от шаргана, что вообще... Чувак, держи. На, на. На! Давай кто быстрее, я быстрее. Так, у меня нету пуль. Мне нужно какой-то другой автомат найти, который стреляет как автомат. Не, подожди, это тоже стреляет как автомат. Он как-то медленно. Ладно, ну, в общем, в отличие от Borderlands, здесь хотя бы стрелять весело. Это мы так скажем. Мы внутри. Собрание. О, мы в России находимся. Так, я хочу поставить субтитры, если я смогу их найти. Enabled. Voice. Blended. Хадсон и Спикерсон. Видимо, у меня будет и на то, и на другое. Так, но... Я еще раз. Я не могу, ничего нет, у меня ничего нет. А, нет, могу. Могу поменять на другой. Атака абсолютно такая же. Тут у меня ничего нет вообще, никаких вещей у меня нет пока. Ну, я, в общем, пока что именно играю по пути, узнаю, что я могу делать, что я могу делать. Что это, Ричард, который, по идее, в онлайне, на него... Вау. А, это как раз стреляет повыстрою. Ну, может, она зато будет эффективнее стрелить повыстрою. Смотрим. Ну, дизайн очень приятный уже. А то, может, я ящики должен помыть. Что мне, кстати, очень нравится, в отличие от Borderlands. Borderlands, не знаю, как вас, а меня жутко бесил. Кто-то... Что это случилось? Что происходит? Borderlands постоянно нужно самому вручную все подбирать. И на геймпаде, когда играешь, шутка раздражает. В этой игре не нужно все автоматически... То есть, все автоматически подбирается. И не надо бегать, просто кликать по всему, как дурак. И не просто там время тянули. И не закрыли эти ворота. Можешь открыть их, а так открою их. Дипо-голст. Дипо-голст. Я пока что... У меня приключениям только на одного человека. Может, ко мне кто-то рандомно сможет сойти. Так что, кстати, на арбитера похожее с Хейла того же. Что, накрыл? Вау. Прикольно. У меня опять загорелся геймпад. Ну да, горит резко-то. В темноте, если сидеть, очень чувствуешь. У меня плохое предчувствие. Думаю, что у меня не плохое предчувствие насчет этого. Да, нам идти толку. Какие-то, да? Оу, нет. Это не может быть. Это не хайф. Я не знаю, кто такие хайф, но они мне не нравятся. Хайф, мич! Я их взорвал, кажется. Нет, не взорвал. Я сейчас дохну. А, замечательно. Я не хочу умирать. Пососи. Ау. Да, да, хер вам. Не на дового нарвались. Хейла-то я играть умею. Ох ты. Так, ладно. Там мне еще какую-то винтовку дали. Возможно, стоит капитулировать отсюда и быстренько поменять. Посмотреть, что я еще могу. Что я еще могу быстренько. Так, что тут есть? 36, 36. Что из-за этого новое? Может быть это? Я не знаю, они выглядят как-то плохой. Это у меня уже было. Так, значит другая. Какая из них другая? Они... А, это абсолютно одинаковые винтовки. О, я зато могу подобрать винтовку как винтовку. Ладно, проверим туда. Постреляем сейчас. А у меня нет пуль! What the fuck? Ладно, пойдем тогда так с ними разберемся. А-а-а, взорвись! Встречательная. О-о-о, подобрали что-то. Я не знаю, что плюсик значит. Наверное, мы потом узнаем. Это АМО. Это тоже АМО? А если я так поменяю, он подберет патроны на это? А, это не сп... Ну, в общем... Да, мне нужны специальные патроны для винтовки. Визард? Визард? Стреляй потому, что он летает в небе. Окей. Тут какой-то маг. Уууу! Послеси! Отлично, что... Мой кулак отлично работает. Музыка очень хорошая. И отдача хорошая. Стреляешь прям. Там и на геймпаде чувствуешь, как ты палишь. Знаете, что мне в Battlefield не нравится, когда ты его на консолях играешь? Там всегда такая отдача, что... Просто... Просто вообще нельзя стрелять никуда. Ребята отступают. Куда этого отступаете? Соси. Кулак тут хороший. О! МАК! Получай ма... Окей, у него что-то много жизни. Мне кажется, я его даже ничего не снимаю. Зато у меня на ментовке появилось. Четыре патрона. Так. Нужно быстренько отгиб... Капитулировать совсем, наверное, с задниц. Я хочу... Хочу я посмотреть, как... Как мне использовать мои новые навыки. Я могу когда прокачаться, с этим... Нет, это с ним. Мне даже нет ничего тут полу. Апгрейд, окей, вот, нашел. 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 Л-1 и Р-1 одновременно, нашел. А больше у меня ничего нового нет. Ну, я так понимаю, что это у меня просто есть. Супер чардж. Воу, найс. Посмотрим, что это за фигня. Оооо! Окей. Это никого не удивило. Ну да, я знаю, как это работает. Черт. Мне кажется, я всегда близок к смерти. Ааа. Иди сюда. Керп. На скоб, бич! Ааа! Окей. Я запрыгнул. Мне нужно зачаржиться снова. Кстати, ааа... Нет, это не то. Давайте поменяем на дробовик эту винтовку, глупую. Ее тоже можно апгрейдить? Нет. Ее можно выкинуть. А, боже. Я все, я все в винтовке оставил. Все специальные патроны я в винтовке оставил. Уу! Летать, кстати, может какое-то время. Еще же, 10 опыта. И так, пули могут кончить. Обычные. Ну, уже валим, 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 валим. Ну, одному это сложно. Я так полагаю, что это все-таки нужно играть с чем-то. Он прям давит на себя. Огребай. Ну, смотрите, он... Урон-то он получать стал. Так следует он стал получать урон. Я угрохнул. И не угрохнул. Я угрохнул. Ей! Я не был на земле несколько веков. Эта штука пролетела с луны. Тема может быть ближе, чем мы думаем. Ну, тут, короче, какая-то история с тем, что какая-то тьма есть. Как в Гурен-Лагане, которая просто всех доминирует, и они ее боятся. О, что это значит? Четвертый уровень. Климер. Что это значит? Ну, я открыл Fist of Havoc, да. Эта типа миссия закончилась. Нам говорят, что я... Чего я достиг? Наградовая, получил какую-то... Броню новую. Continue. Continue. Может быть... Ну, именно рандомно к нам никто не сможет присоединиться. Вообще, наверное, это просто как туториал, скорее, чем вообще что-то такое. Ой, это мой корабль. Set Destination, два игрока онлайн. Эй, онлайновые игроки, мой друзей. Так, ладно, я попробую сейчас заинвайтить Юзю. Нет, у нас пригласить не выйдет, но давайте тогда... Интересно, что мы можем... Куда мы дальше можем пойти? Земля, Луна. На Луну, что ли, отправимся? Мы сейчас на Земле были? Old Russia. Старая Россия. Такая старая Россия, что она какая-то вообще неузнаваемая была. Видимо, нам нужно отправиться в башню какую-то. Запустить задание! Три, два, один. Поехали. Пу-бу, сейчас как в Звездных войнах он улетит. Нет. Улетай! Кораблик, улетай! Чуви, заводи мотор! Что-то мне какую-то карту открыли. Но пока что мне нравится, как все это выглядит. Корее, если это еще и в копии играть, я думаю, это жутко весело будет. По крайней мере, это будет раз в десять интереснее, чем играть в Borderlands. Потому что Borderlands, не зная как вам, а мне Borderlands было играть шутка скучно. Потому что там шутка скучный шутер. Тут я такого сказать не могу. Потому что все-таки люди знают, что они делают. И люди умеют делать шутер вообще. И они умеют его делать на консолях, что еще важнее. Потому что одно дело уметь делать пострелушки, а другое дело уметь их делать на консолях, где... Вау! Вау! О! Мой робот высадился тут! Нифига себе! Клево! А почему сейчас я от третьего лица до этого ходил? Первого... Почему здесь нельзя от первого ходить? Это игроки настоящие? Интересно. Интересно. Опшес, интерактис. А, можно его пригласить в свою команду, можно набрать людей. Но этот чувак он на ФК, похоже. Круто, но значит дальше, если у тебя нет друзей, ты сможешь найти друзей в таких хабах, где люди просто ходят. Ты можешь кого-то заинвайтим из таких... О, тоже друг робот! Друг робот! Давай, ФАЕРТИМ мою, ступай ко мне. Я его сейчас отправлю в свой ФАЕРТИМ, давай. Поиграем в ДЕСТОНИ, братюня, давай. Давай, в ДЕСТОНИ поиграем. Он куда-то делся, кажется. Нет, нет. Он делась? О, вот ты как это делаешь? Как ты это делаешь? О, окей. Эй, сучка, мне нравится, как ты танцуешь. Он такой... Вот это, вот дайте... Дайте мне вот этого, что она ела. Найс! Честно, это как... Это реально MMORPG прямо. Так, ты бы не настоящий робот, ты не играл. Где эта тёлка, которая танцевала? Мне нужно её догнать. Мне нужно её при... Заинвайтить. Тёлка, я тебя заинвайтю! Не-не-не, не убегай, я тебя заинвайтю. Она явно знает, что она делает. Хотя она, наверное, не захочет со мной играть. Мол. Вдруг кто-то из них знает, кто я такой. И они захотят со мной играть. Вдруг самурай. У меня башка даже светится. Слушайте, круто. Так, нам нужно на задание идём какое-то идти. Но вначале нужно пойти вон туда что-то сделать. У-у-у! Так. Approach. Что-то делается. Пост-мастер. Можно купить себе открытку, видимо. Thank you for helping the test Destiny. Окей. Спасибо, что я помогаю тесту Destiny. Мгм. Ко мне никто ещё не вступил. Я бы, наверное, увидел. Если бы ко мне эта тёлка вступила. Хочешь ко мне вступить? Я через неё ещё прохожу. Ну, ступи-то ко мне, ну. Я вот не хотел эту забастовку устроить здесь. А мячик? Мячик попинать можно! Эй! Чуваки, давайте играть вместе в мячик. Футбол! Если вы америкосы, то сокер. Давайте поиграем в сокер. Потому что вы не можете в английский. Сами идиоты. Вот почему американцы называют футбол сокером. А свой футбол они называют футболом. Там вообще ноги... Нет, ног там вообще. А, прочее. Пока стражник. Ну, у меня броня офигенно выглядит такая. Чётко. А броню, интересно, я могу тоже красить, как они? Да, потому что кажется, что некоторые из них какие-то... Уже чё-то поменялись. Чё, и чуваки болтают. Ты настоящий игрок? Интересен. А, нет, это чувак какой-то. С этим чуваком болтает. Тут можно броню купить, похоже. У меня нету нужного уровня для этого. Ну, вот. Би сейв. Би сейв. Если со мной никто не будет играть, то с кем я буду играть тогда? Ладно, пойдём, наверное. Ближе к тому заданию, наверняка там больше людей будет связанных с тем, что я хочу сделать. Ну, блин. Пока что мне супер-супер сильно это всё нравится. Ты, правда, как будто в части ММО играешь, часть Бордерлэнс какой-то. О, я нашёл кнопку быстрого бега. Как это красиво выглядит. Чё, мой фреймрейт абсолютно стабильный, никаких проблем не вижу. Ин-эн-вайкинг. Конт-смит. О! Пухи! Пухи! Наконец-то, я могу пуху купить какую-то. Давайте всё-таки я вот возьму вот эту пульс-райфл. Вот это что у меня? Это авторайфл. Это, видимо, будет какими-то штуками стрелять. А может, я могу и то, и другое купить? Тебе, ни хера, я только одно купил. Я не могу продать тебе, братюнь. Я бы тебе сейчас что-то втюхал, говорю. Почему никто не хочет быть втюханным? Сток рефреш через два часа поменяется. А, вот, наверное, я всё-таки могу втюхать ему что-то. Нет? Братюнь, я тебе сейчас что-то продам. Дисмейт. Дисмейт это уничтожить. Шестой уровень, ватафак, я этого не видел. Шестой уровень нужен для этого. Ёпт. Они это писали? Они писали, что... А, require the level of five. Факинь. Щет. Щет. Факинь, сак. Ладно, я купил себе пуху, которой я не могу пользоваться. Кадамит. Нужен гид, который будет тебе говорить, куда тебе идти. О-е. Какая-то карточка новая открыта. Димана Банжа нет, нужно будет заходить. Я могу... О-о-о-о. Чё, теперь будет? Suicide. А, это я. Чё? Я хотел просто птичек попугать. Они испугались, я тоже немного. Интересно, у меня какая-то... Что-то я из-за этого потерял. Типа, весь свой глимер, или что у меня там было. Но я чувствую, я по этой альфе не один ролик запишу. И причём, ну конечно, видно, что бюджет огромный простой игры. И видно, что очень стабильная альфа на самом деле. Я вот вообще не чувствую пока что никаких проблем. Наверное, я могу сглазить. Так, ну мне говорят опять назад идти, но давайте я тогда побегу и тут посмотрю, что тут происходит. Как минимум, для вас будет интересно узнать, насколько этот мир вообще большой. Видите, сколько тут продавцов разных. Как в Mass Effect'е только 6 раз больше. Какая-то особенная винтовка у них с 5 уровня. Это, видимо, разные расы разные винтовки продают, как в Mass Effect'е. Круто, короче. Чувак, я вижу, что тот чувак тоже потерялся. Наверное, все 4 уровни чуваки, они просто лохи из-за этого. То есть люди на них смотрят и думают, ха-ха, давайте я перед тобой потанцую. Потому что ты даже не знаешь, куда тебе идти. Как, в какую-то дискотеку попал. Чувиха, ты знаешь, куда идти? Почему я Титан? Я не Титан. А, это... А, это летать на этой штуке можно. Наверное, можно купить штуку, которая будет выстрелы делать. Окей, я наконец нашел, куда мне идти. Видите, уже даже ночь наступила, пока я тут стоял. Зато вы теперь можете посмотреть, как это офигенно выглядит ночью. Карта просто офигенная. Прямо что, настоящие люди, что ли, высаживаются? Ну, в общем, да. Игра офигенная. Я нашел, куда мне нужно идти, поэтому давайте, наверное, сходим туда. И я на этом закончу наш первый ознакомительный ролик. Надеюсь, что он вам понравился. Если он понравился вам, то не зайти писать мне комментарии в Твиттере, потому что сейчас у нас комментарии в Твиттере, я их там читаю. Тут можно еще походить, посмотрим, может, тут что-то дешевенько будет. Нет, что-то тут вообще двадцатый уровень пацанов. Так, тут... Да, ну все, все, все крутое слишком. Ладно, давайте зайдем к пацану и скажем, эй, мы попришли на задание. Excuse me. Welcome, Guardian. Я получил новую фигню. А, подождите, что я... Я же получил какое-то одно еще. Теперь на выбор мне... Давайте шлемы, у нас вроде шлемов нет. Силы больше. Видите, ты еще получаешь, еще выбираешь, тоже тебе получишь. Ну эти чуваки, они еще выглядят офигенно. Так, ну и что я, ну... Я просто пришел к нему, получил броню. Со мной не стал говорить даже. Ладно, видимо, теперь мы можем пойти по своему заданию. Удачи вам, ребята. Мы пойдем по своему заданию с бужеком шлюхами. А, они теперь учатся, что типа, эй, смотри, как броню нужно одевать. Да, ребята, я уже знаю, как броню одевать. Я уже тут какое-то время бегаю по карте. Всякой ерундой занимаюсь. У меня такая броня. Выглядит, как чувак, как зира из этого. Ой, это у нас тоже? Что-то вообще меняет. Класс Амор. Это цвет, что ли, меняет? Больше у нас ничего интересного нет. Ну ладно, так. О, у него, подождите, у него появилось. Это фигня, ее раньше не было звуком. Я с ним больше не могу ничего поговорить, ничего сказать ему. Пацан, а можно я тебе продам что-нибудь? Тут, по-моему, никому нельзя ничего продать. Да, только диссмейт можно сделать. Это что чувак скажет нам? Этот чувак скажет, у меня своя особенная броня, которой нужен хантер-класс. И у меня не хантер-класс. А, это разные классы ставят. Один хантер, один варлок, и один мой. Титан, или как он называется. Да, варлок. Видите, то есть как тот, чьи классы выбрали, тот будет продавать вам крутую броняшку. Ладно, в общем, на этом конец нашего ознакомительного ролика. Если вам понравилось, то не забывайте ставить пальцы вверх и рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад тому подписчикам. На этом все. Пока. И, обдю, обдю, великолепный и супер красивый Дестни. Посмотрите на эти облака, которые двигаются. Я даже герой так стал, как будто он стал на них реально смотреть. Наверное, как камера подошла, а я как бы стал смотреть. Он такой, ммм. Это, правда, очень интересно. Обдю, обдю. Субтитры сделал DimaTorzok